Должен отметить, как положительное то, что в течение всей избирательной кампании многие кандидаты вели себя достаточно сдержанно и корректно, без применения грязных технологий. Конечно, были и те, которые это допускали, мы все это прекрасно знаем, но в целом, если сравнивать эти выборы, то, что сейчас прошли, то, что было 4 года назад, я могу с твердой уверенностью сказать, что на одну ступеньку выше по интеллектуальному содержанию, по программному подходу, по борьбе идей программ мы стали на ступенечку выше, и это радует. Возможно, во втором туре борьба за депутатский мандат продолжится более жестко. Однако уже сегодня можно говорить о том, что люди отдают предпочтение независимым кандидатам, несмотря на участие в выборном процессе представителей от многих политических партий. Можно ли говорить, что какая-то сила победила в Гагаузии? Я могу сегодня сказать, что победили прежде всего жители Гагаузии. И широкий спектр партий, которые предоставлены, и партия социалистов имеет один мандат, и ЛДПМ имеет один мандат, и партия коммунистов имеет три мандата, но в основном победили независимые кандидаты. Думаю, что многие из них потому и пошли независимыми, чтобы зависеть только от своих избирателей, думать о своих населенных пунктах. Я думаю, новый состав Народного собрания Гагаузии будет сплоченным и работоспособным законодательным органам автономии, способным укрепить статус Гагаузии. Сейчас необходимо изыскать дополнительные средства для проведения второго тура, и далее, согласно установленному законодательству, будут сформированы руководящие структуры Народного собрания. Все процедурные процессы должны пройти в установленные сроки. Это позволит всем ветвям власти в автономии принимать участие в работе и представлять Гагаузию на предстоящем ноябре 3-м Всемирном конгрессе Гагаузов, заявил башкан Гагаузи Михаил Формзал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова